В дом вернулся газ. Его не было почти четыре дня. А всё из-за того, что службы давно не проверяли оборудование одной из жительниц. Проход к трубе загораживает настоящая мусорная стена. Сейчас квартира выглядит не так пугающе. Дорогу к плите хотя бы расчистили. Огромное количество тараканов, клопов. Мои дети были искусаны неоднократно. И начала замечать, что Анна Фёдоровна таскает много пакетов с отходами, с мусором, с хламом. В лифт было невозможно зайти после них. Да и потом, пока не проветришь всё это в подъезде, стояла зловещая вонь. Помимо тараканов и клопов, соседи говорят и о крысах. Правда, Анна Фёдоровна, это она, оставила дом без газа. Всё отрицает и клянётся, что никогда их не видела. Что придумывать? Одна придумала, что... В подъезде крысы были, это точно. Бабушка жаловалась, выпала из вентиляции крысы. Да я причём. Анна Фёдоровна считает, что все нападки соседей из-за зависти, ведь у неё в собственности целых три квартиры. А с помойки она приносит вовсе не мусор, а вещи, которые затем продаёт на рынке. Ведь пенсии на жизнь не хватает. У меня всё в порядке со здоровьем, да. Я никому ничего не завидую, как некоторые завидуют меня. А как вы объясните, что у вас всё захламлено, вот объясните людям, чтобы они поймут. Вы считаете, это зависть? Я считаю, да. Пообщавшись с женщиной наедине, мы узнали, что недавно у неё умер сын. Именно он таскал хлам в дом, а затем к этой привычке пристрастилась и Анна Фёдоровна. С женщиной также жили внуки, но из-за условий их забрали органы опеки. По словам жителей, они всё понимают и уже пытались войти в положение, но на уговоры Анна Фёдоровна не идёт. Поэтому они готовы пойти на крайние меры, вплоть до помещения соседки в психиатрическую больницу. Анастасия Зеленина, Павел Востротин, 31 канал.